ну что же вот я набрала 36 петель а провязала изнаночный ряд и у меня третий ряд получается все я пошла по прибавкам значит первая кромочная я ее просто переснимаю вижу 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 делаю накид то есть делаю прибавку далее вяжу опять 7 1 2 3 4 5 6 7 снова делаю накид и уже теперь вяжу 6 петель 1 2 3 4 5 6 накид 1 2 3 4 5 все пошла на уменьшение до 5 накид теперь 4 1 2 3 4 накид 3 1 2 3 накид 2 петли 1 2 накид и 1 петля я провяжу ее изнаночной соответственно нужно ли вязать или набирать я вот уже не помню набирала я или нет здесь какую-то вот эту последнюю петлю есть ощущение что здесь есть какая-то последняя петля но посмотрю так сказать это же у меня в живую вот я все сочиняю значит сколько у меня перьев 1 2 3 4 5 6 6 7 получится у меня 7 перьев здесь 8 перьев вот здесь на самом деле 8 перьев скорее всего я все-таки набирала здесь еще одно давайте попробуем вот видите прямо сотворение творчество в прямом эфире происходит давайте попробуем давайте я здесь после вот этой первой петли еще буду делать при бабочку не при бачка вот такую новую петельку набирать вот так одну новую петлю вот так вот буду набирать и посмотрим что получится я думаю что все будет в порядке будет как раз вот этот вот узкий вот это узкое перо должно получаться в результате ну посмотрим так и соответственно обратно обратно я вижу просто перри снимаю кромочную и вижу все изнаночные у меня изнаночный ряд ну что же провязан а у нас рядочек то есть это получается пятый ряд да то есть провязать пятый ряд изнаночный и я возвращаюсь вот сюда но благодаря накидом да у нас увеличивается количество петель то есть значит кромочная и дальше не 7 у нас а получится 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 вот она восьмая петля это накид и мы делаем здесь накид дальше опять 8 1 2 3 4 5 6 7 8 вот она из накида я ниткой а у нас делаем еще накид и пошли по уменьшению соответственно сейчас вместо 6 у нас будет 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 накид и И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вместо 5, 6. Накид. Теперь вместо 4 у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И дальше 4. 1, 2, 3, 4. Накид. Значит, теперь 3 петли. 1, 2, 3. Накид. И вот теперь у нас 2 петли получается. Ну и вот я решила делать здесь еще прибавку. Соответственно, вот такую вот своеобразную. Посмотрим, как она сработает. Может быть и не сработает. Но вот даже интересно. Я думаю, вам тоже будет интересно последить в прямом эфире, как будет. Если что, перевяжу. Если мне не понравится, как развиваются события вот с этого края. Потому что вот здесь мне непонятно. Такое ощущение, что все-таки я здесь забирала новое. Есть ощущение такое. Итак, все. Изнаночный ряд. Ну и собственно, да, я думаю, вы догадываетесь. Теперь я вот таким вот образом продолжаю набирать. То есть, постоянно у меня будет увеличиваться количество петель, благодаря новой петле в каждом лицевом ряду. Ну что же. И вот начало крыла. Мне нравится, значит, все как начинается, да, как начало у нас происходит. Вот видите, да, то есть постепенно я начинаю наращивать количество петель, благодаря тому, что вот тут вот у меня идут накидики. Да, постоянно делаю новый накид, 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 уменьшаются постепенно перышки. Ну и вот последнее, да, вот это вот оправданно. Я вижу, что здесь, да, формируется хороший крепкий краешек. То есть, я буду продолжать вот так вот вязать. То есть, у меня, видите, вот здесь уже после последнего накида, вот последний накид, и у меня уже 4 петли сформировалось. То есть, в каждом ряду, да, в каждом лицевом ряду, после того, как я провязываю вот этот вот последний накидик, да, после этого я еще, после этого я еще прибавляю одну петлю, ну, как бы после последней петли. То есть, после последней петли я еще прибавляю одну, ну, можно сказать, новую кромочную. Это по левому краю. По правому краю, естественно, у нас тут будет все просто по прямой формироваться. И вот таким вот образом сейчас я немножечко повяжу, пока не решила еще сколько, и дальше начну уходить на прибавочные вот здесь дополнительные ряды. Чтобы у меня именно длинное крыло, длинный левый край формировался вязание. Ну что же, с почином!